Это нет, это не 79-й. Коллеги, мне кажется, уже домой ушли. И больного возраста. Антон, там нету, звука нету? Антон, мы вернулись, чтобы вы нам рассказали финальную часть. Вот мы остановились на баллонной дилетации. Покажите, Александр Владимирович. Покажите, камеру перевести на ОКТ. Это мы видели, мне кажется, да? Нет, мы остановились, вы ушли, когда мы ангиопластику сделали. Нет, вот это я видел уже. Может, в прошлой жизни? Мы не видели результат после ангиопластики. Покажите. Покажите. Мы видели дистальность как-то максимальный. Вы сейчас можете видеть оптическую гипотатологию? Да, да, да. Значит... И оказалось, что Александр Григорьевич был... Что в стенде есть несколько недодутов. Диаметр 2,5-2,6. Вот, вот здесь вот. Значит, после... Это, извините, извините, Атон. Вот, вы вначале нам показывали баллонную ангиопластику дистального стента. Ну, вот этого, да? А это после вы сделали или ОКТ-дот такой сделали? Мы сделали баллонную ангиопластику в дистальном стене, в уши дистального стента, сделали после этого ОКТ. Ага, понятно. Оказалось, что стент не до конца дадут. Да. Мы взяли баллоны Си и раздули 24 атмосферы, 3 миллиметра диаметра. Интересно. И как дальше? Какой результат? Покажите. Вот. Это мы еще раз ответим. Вот результат. Какая-то проекция. Вот это же проекция. Проксимальный мы не додували. Да. Каково мнение аудитории президиума? Ну, что мы сделали ОКТ? Офинальное. Да. Вот это проксимальный стент. Да. Позиция баллок. Вот проксимальный край стента. Это проксимальный? Или проксимальный край дистального стента? Это дистальный стент не больший. Проксимальный край проксимального стента. Диаметр 3-4 миллиметра получился здесь. Вот отходится птальная ветвь на геограмме. Где сейчас стоит датчик, где кадр, где отходится птальная ветвь. Ну, хорошо. Такие вопросы, может быть, есть какие-то, Константин Геннадьевич? Вопросов нету. Я думаю, благодарите самому, что вы на самом деле. Большое вопрос. Спасибо вам. И какую меропию вы назначили? Какой назначите вы сейчас? Диаметр 3-4 миллиметра? Значит, мы назначим тикоприлор в дозе 180 миллиграмм в сутки, тримбааз в дозе 100 миллиграмм в сутки. И рассмотрим вопрос о назначении низкомолекулярных гепаринов в течение пяти дней. Учитывая, что это осложненный больной, видно, на УКТ небольшая протрузия тромбов сквозь банки максимального степта незначительная. Вы уверены, что гепарин поможет? Ну, по крайней мере, может приведите, что-то предупредить. Какое мнение аудитории, коллег? Если вы не скажете, я не скажу, что я не скажу, что я не скажу, что я не скажу, что я не скажу, но для усамого успокоения. Естественно, параметра с блокадром протонных полков. Ну, я могу только одно сказать, что мне кажется, это первая трансляция у нас из 79-й больницы, правильно? Да, Анатолий Георгиевич, вы абсолютно правы. Поэтому поздравим вас, и чтобы это было не последнее. Первое, но не последнее. Поздравляю. Спасибо. 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 Can we talk about how we are in the world of our social therapy to continue? We have time. 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 Up to the heart. the... The data... I'm awake. Продолжение следует... 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 Доктор Стоун провел огромный мета-анализ по сравнительному анализу всех краев, которые были посвящены стендам с березорбированным лекарственным покрытием, сравнением с голомедаллическими стендами и стендами с твердым полимером. В исследовании было включено 85 тысяч пациентов, подобного мета-анализа не проводилось до этого. И почему мы говорим здесь об этом мета-анализе? Порядка 59 пациентов, процент пациентов, которые были включены в него, составляла группа пациентов с острым коронавирусом. Мы видим сложную таблицу исследований, которые вошли в мета-анализы. Крайние графа выделили маркеры. Это исследование, в которых группа пациентов с острым коронавирусом составляла около 50 до 100 пациентов. В коротких результатах было показано техническо-эффективность стендов с березорбированным лекарственным покрытием над голомедаллическими стендами. По показателям предупредить в черепода были показаны преимущества стендов с березорбированным лекарственным покрытием над стендами первого поколения. С стендами с биосовестимым полимером были показаны схожие результаты. Однако имелась положительная тенденция за годом наблюдения у стендов с березорбированным полимерным покрытием. Актуальность проблемы выбора стендов свидетельствует о том, что в России из 126 тысяч стендирований, проведенных в 2014 году, 67 тысяч было выполнено у пациентов с острым коронавирусом синдромом. Из них 15 тысяч составило группу пациентов с подъемом с ними от листа. Дальнейший рост в настоящих экономических условиях, рост количества вмешательств у этой группы пациентов ограничен. И это приводит к тому, что происходит выбор каких-то аналогов, которые могут помочь заместить клинические, также клинически эффективно при большей экономической доступности заместить имеющиеся расходы материалов. Мы видим, что в России...